Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости НОТВ Серпуха в студии Олеся Акинфеева. Сегодня мы расскажем о том, как идут ремонты в учреждениях здравоохранения города и как изменится здание женской консультации роддома. Насколько коммунальщики готовы к отопительному сезону? Руководство города оценило их работу. И почему Сьянова-2 осталось без воды на три дня? Районные власти не решают проблемы жителей деревни. В учреждениях здравоохранения масштабные перемены. К завершению близятся капитальные ремонтные работы здания женской консультации роддома. Городские власти контролируют ход выполнения работ по утвержденному графику. Здесь тоже плитка уже все сделана. Здесь будет санитарный узел. Где-то уже уложена новая плитка, установлены светильники, проведена электрика. Часть помещений готовится под покраску. Главный врач заходит сюда несколько раз в день, следит, чтобы работы производились качественно и в срок. Капремонт здания женской консультации начался в конце прошлого года. На время работ медицинский персонал принимает пациентов в других помещениях роддома. Мы вошли в программу развития здравоохранения Московской области в 2014-2020 годах. Это здание было построено в конце 50-х годов, в середине 60-х оно сдано в эксплуатацию. С тех пор здесь таких серьезных работ не проводилось по ремонту. На моей памяти, я здесь уже 34-й год работаю, ремонтировалась крыша в начале 80-х. И в 2006 году частичный капитальный ремонт был в связи с проводимой реконструкцией гинекологического корпуса. Здание за эти годы было изношено, инженерные сети пришли в негодность. Строители произвели частичную перепланировку, готовятся устанавливать новые двери, окна, приступили к замене кровельного покрытия, ремонту фасады и отмостки. Потрачено будет более 36 миллионов рублей. Финансирование работ из областного бюджета. Я думаю, что мы к ноябрю уже закончим. Сейчас уже нас ничего не держит. Все можно, полный цикл можно работать проводить. Здесь много бригад. Есть отделочники, есть сантехники, фасадчики на улице. Где-то 15 человек. Срок завершения работ по договору 1 декабря. Но подрядчик намерен сдать объект раньше. В случае возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона коммунальщики должны в кратчайший срок устранить повреждения сетей и не допустить разморозки системы отопления многоквартирных домов. Подготовить технику и спецодежду нужно заранее. В Серпухове уровень готовности к зиме оценили специалисты и руководство городского округа. Мы пригласили МЧС, совместно с специалистами ЖКХ, теплосети, проверили готовность всех аварийных бригад. Проверялись наличие спецодежды, специального инструмента, техники и сварочных аппаратов. Ну все, что будет необходимо для ремонтно-восстановительных работ. Их профессиональные навыки соответствуют тому уровню, который необходим при реквидации этих аварий. Жители деревни Сьянова-2 оставили без воды на три дня. Подобные ЧП здесь случаются регулярно. Оборудование, которое отвечает за водоснабжение населенного пункта, как и старый трансформатор, давно требует капитального ремонта. И об этом местные жители районным чиновникам сообщали не раз. Однако никаких перемен в жизни деревни так и не происходит. Почти в каждом доме на улице новой растут дети. И сбоев, снабжение водой и электричеством такие семьи ощущают особенно болезненно. На этот раз вода в кранах отсутствовала три дня. Сейчас воды толком нету. Она текет еле-еле. Ее никак, она не в больнире не нагревается нигде. А у вас дети, да? Да, у меня двое детей маленьких. Водонапорная башня в деревне сгорела. Вместо нее вот этот сарай, в котором и работает, а вернее чаще не работает подающий в дома насос. Три дня назад оборудование в очередной раз вышло из строя. Коммунальщики объяснили, причиной аварии стал сильный ветер, из-за которого и произошел сбой в электроснабжении. Свет отключили и там что-то с насосом случилось. Насосы у нас частенько горят. Три дня люди вынуждены были за водой ходить на родники. Воду для мытья детей грели в кастрюлях. После многочисленных обращений коммунальщикам и местным чиновникам слесари кое-как оживили старое оборудование. Воду в деревне дали, только надолго ли? Бабушкам очень тяжело. У кого дети маленькие, тоже очень тяжело. Воду вчера дали вечером, потом ее забрали. Что-то у них не заладилось. А сегодня с утра опять воды не было. Ну, сейчас идет с воздухом, это ненадолго. Мы уже это проходили. Если мотор с воздухом качает, значит, опять будет поломка. Раньше деревня процветала. Совхоз, славившийся племенным животноводством, закрыли. А люди, которые всю жизнь проработали на фермах и полях, оказались никому не нужными. Вот так сегодня выглядит центр деревни. Мы обращались, сказали, что дом выкуплен. Это бывшее КБО. Есть хозяин, только где он, никто не знает. Ну, хотя бы закрыть, загородить, чтобы туда дети не лазили. Это наша беда. Тут молодежь и по крыше, и везде. Большого разнообразия для отдыха местных детей и подростков в деревне нет. Все развлечения, площадка сеткой для волейбола у Дома культуры. Старую детскую с качелями, каруселями убрали этим летом. Играть на ней стало уже небезопасно. Приехали, убрали, все это первое. Ходят дети без призыва. В нашей деревне так без ничего осталось. Раньше у нас тут была и почта, и библиотека, и магазин был. КБО было, детский сад был. Жители деревни чувствуют себя брошенными. Хотя деньги платят из-за вывоз мусора, из-за снабжения водой и электричеством. Поговорить с Еленой Ивановной дольше нам не удалось. МЧС предупредила о возможном усилении ветра. Сейчас вот набираем воду, чтобы было это. На всякий случай? На всякий случай, конечно, боимся. Молодежь Серпухова, Протвино, Пущина и Чехова приняла участие в викторинах и спортивных состязаниях. Познакомилась с возможностями спецтехники пожарных и спасателей. Кто-то даже пересмотрел свои взгляды на будущую профессию. На стадионе «Спартак» прошел гражданско-патриотический форум «Серпуховский рубеж». Побывала на нем Инна Шенина. Струю из пожарного рукава с бронспойтом Полина пробует сбить предмет с опоры. У нее получается. Мне очень понравилось на самом деле брызгать. Я уже подумала о выборе другой профессии, не такой, о которой я думала. Но вообще я считаю, что это очень правильно. Это здорово попробовать, всем дать возможность ощутить себя в такой роли, в роли спасателя. Я хотела театрально поступать на актрису. Кто-то напротив попробовал себя в роли пострадавшей при пожаре, эвакуируемой на лестнице «Магирус». Сначала, когда поднимались, немножко вроде страшно было, ноги дрожали, а потом, блин, ты смотришь так красиво, вообще ноги дрожат, ноги дрожат. Я сказал, не боюсь. Потом, как сказали, не боюсь, они такие, да, вообще не страшно. Даже селфи делали. Даже селфи сделали, успели, все. Ну вы бы смогли в экстремальной ситуации, да? Смогла бы. Мальчишкам интересно попробовать себя за рулем спецтехники. Ответственность большая, сидеть за такой машиной, ты понимаешь, что ты едешь на помощь. То есть, например, тушить там деревню, то есть на этой машине будет очень удобно. Возможно, мы, когда вырастем, станем спасателями. Всегда пришли ради того, чтобы понять, как сейчас орудуют эти войска, посмотреть красивые выступления военных и поесть кашу. Научиться всему этому, чтобы в какой-то момент помочь людям. Первый Серпуховский гражданско-патриотический форум собрал около 900 юношей и девушек. Школьников, студентов, членов молодежных патриотических организаций и творческих коллективов, спортсменов и волонтеров. Открытие было торжественным. На поле вышел показательный расчет Серпуховского филиала Академии имени Петра Великого. Когда стихли залпы выстрелов, нашлось место и для танцев. Ребятам предстояло еще пройти полосу препятствий и принять участие в спортивных соревнованиях. Мы просто взяли и обобщили опыт уже многих мероприятий, проведенных в городе, решили, что для ребят будет интересно, если это будет в одном месте. И плюс мы дополнили какими-то новыми вещами. Подобный форум управления по работе с молодежью планируют провести и весной. Возможно, масштабные патриотические мероприятия станут традиционными для нашего города. Каждый десятый водитель в России перевозит ребенка с нарушениями требований законодательства. Сотрудники Серпуховского ГИБДД в ходе очередного рейда не только составили протоколы, но и провели разъяснительную работу с теми, кто не усвоил новые правила перевозки несовершеннолетних. Вступили 12 июля 2017 года поправки правил дорожного движения, изменяющие порядок перевозки детей в транспортные средства. Водители у нас до сих пор не знают, избегают правильности перевозки детей. В ходе этого рейда инспекторов порадовало то, что большинство родителей водителей даже на недалекие поездки с ребенком все-таки используют удерживающее устройство из детских кресла. С ними инспекторы расходились мирно с пожеланиями доброго пути. Ну а тем, у кого масса отговорок и объяснений, почему нарушили правила перевозки ребенка, выписывали штраф в 3000 рублей. Отдел ГИБДД Серпуховского района рекомендует при контактах с сотрудниками полиции использовать средства аудио и видеозаписи. Напоследок напоминаю, что в субботу в городе пройдет субботник и экологическая акция «Посади дерево». Начало в 9 утра. Приглашаем всех принять участие. Выйдите во двор и наведите порядок рядом с тем местом, где живете. Суббота лампы. Суббота лампы. Суббота лампы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года. Субтитры создавал DimaTorzok